В 1906 году была построена церковь в честь святого Николая Чудотворца. Больше 100 получается почти 110 лет. Находится эта святыня в селе Адербеевка, которая была основана в 1864 году. Столько исторической информации вам сразу. В самом начале отправляю я, Южанин, буду сегодня рассказывать про удивительное село возле города-курорта Геленджик, буквально в 10 километрах, где дом стоит 3,5 миллиона рублей. В общем, посмотрим, погуляем, побродим, что же здесь такого интересного. В Адербеевке это Южанин. Начинаем. Все, в Адербеевку едем. Да, едьте. Едем, все. Почему бы и не жить здесь на пенсии? Тем более, до Геленджика с его развлечениями рукой подать. Ну, вы посмотрите, а? Ну, как круто. Зеленые, высокие холмы и ваш дом. Умеют строить, когда захотят. Тем более, за такие деньги. Здесь нет многоквартирников, здесь нет высоток. И слава богу, здесь есть вода. Всегда. Воздух шикарный здесь, воздух. Речка обалденнейшая просто. Картошка своя, овощи свои, крупные тоже свои. Понимаете, почему нужно переезжать в село? Вот он, самый центр села. Здесь спортивные площадки. За моей спиной детский сад, почта, дом культуры. Есть еще и школа. Вот такое вот себе село. Чуть больше тысячи жителей, а все для жизни есть. На самом деле, очень большое преимущество этого населенного пункта в том, что оно находится, ну, я не знаю, там, 10 минут до города-курорта. И поэтому самый большой плюс, который получают местные жители, это отсутствие шума, массы туристов и чистый воздух. А вокруг вот такая вот природа, вокруг горы. И хоть и море не видно, но полное ощущение, что ты где-то все-таки на курорте. Меня зовут Сергей Южанин. Как вас зовут? Александра. Александра, Александра. Это прекрасное село, поселок. Ваш с супругом. Да. Насколько он крутой? Он самый лучший в мире просто. Для проживания, для всего вообще. Здесь есть вода, здесь есть свежий воздух. Здесь все есть для жизни. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр, вы смотрите, как вот, 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 понимаете, с чего Александра начала перечисление плюсов? Здесь есть вода. Всегда. Вот, жители Геленджика, города-курорта Геленджик, которые страдают от того, что не хватает даже в элитных поселках, там, понастроили вот эти вот всякие дорогущие. А у вас есть? Есть колодец, наверное. И я смотрю, что есть даже вот автобус. Каждые 30 минут. Каждые 30 минут. Да, и причем очень быстро доходит. То есть, если с Голубой бухты и Тонкого мыса добираться надо полтора часа, то от нас до города где-то минут 30-40. А какая цена? 33 рубля. 33 рубля. Вот сейчас вот не зря вы упомянули про Голубую бухту и еще один район. Чтобы вы, вот, смотрите, краснодарцы, чтобы вы понимали, это примерно как Восточно-Кругляковская, там, где очень много пробок, вы знаете. Да, конечно. Вот, и, допустим, там, не знаю, юбилейный. Да, юбилейный, с него примерно, да, как браться. Я так понимаю, что вы переехали сюда откуда-то? Или вы коренная жительница? Нет, супруг коренной житель вообще здесь родился, все. А я в городе Геленджике живу уже 25 лет, ну, то есть, в большом городе Геленджике. А здесь сколько? Здесь именно 9 лет. За 9 лет как-то вот меняется в лучшую сторону, в худшую. Я сейчас не про то, чтобы... Да, я не хочу, чтобы вы его прямо расхваливали. Я хочу, чтобы... Нет, я расскажу нормально. Да, да, чтобы просто было понимание. Во-первых, у нас появилось освещение, очень хорошее освещение в этом... На улице? 5 лет назад, да. То есть, вот, эта улица вся Октябрьская, центральная, она не была освещена. Плюс наш клуб, он развивается для детей. Вот, единственное, что у нас, конечно, проблема с садиком, но она решаемая. То есть, в администрации я писала тоже заявление по поводу садика. Его будут полностью, полностью сносить и полностью будут благоустраивать. Проблема в чем? Проблема в том, что сейчас будет финансирование вноситься. Ну, то есть, сам садик не очень выглядит, да? Мы просто не стали его как бы... Не, ну, чтобы не очень выглядит. Он старый, он старый и практически непригодный, так скажем, для того, чтобы детки там... Нет, он пригодный, все, но он старый. Понятно. Хочется уже что-то, что в 21 веке, когда там айфоны, вы, уважаемая администрация города-курорта, пользуетесь наверняка там современными гаджетами, я думаю, будет и здесь тоже. Мы обеспечим для этого необходимое финансирование, а также создадим условия для притока инвестиций в город. Ну, понимаете, для притока инвестиций в город. Вот как можно такое предложение составлять? Ну, да, конечно, конечно, все будет. И школа будет новая, я думаю. Школа? Вот я так смотрю, у вас пока еще не школьники. Нет, да, они садиковские, но мы не ходим в садик, к сожалению. Если говорить вот про то, чем занят ребенка, кроме садиков? Отличное место вообще. Что здесь? Здесь все развито. То есть есть и лепка для деток, есть и кружки пения, танцы. И причем наш танцевальный коллектив очень развит и ездят и в Москву, и в Санкт-Петербург, и очень хорошие места призовые занимают. А вы не знаете, сколько примерно стоят там кружки? Вообще бесплатно все. Пришел, занимаешься. Вот вы понимаете, да? Понимаете, почему нужно переезжать в село, которое находится недалеко от крупного города? Да потому что здесь бесплатно, потому что здесь хватает мест в садике. Ну, да, сейчас сделаю садик, он вообще будет шикарный. И светло, и вода. У нас воздух шикарный здесь, воздух. Речка обалденнейшая просто. То есть летом мы спасаемся здесь в прохладе, не жарко абсолютно. Пока жители Геленджика трутся об всех приезжих и туристов, здесь вы? Отдыхаем. Мы отдыхаем, мы на отдыхе находимся. Хорошо. Вот должен задать вопрос. Минусы есть? Минус? Ну, у меня нет. Для меня нет. Ну, я как бы, мне 34. Поэтому это место самое шикарное, самое лучшее. Была бы я, конечно, 18-летней девушкой, наверное, мне бы понравился в городе, да, тусовки, клубы и так далее. А так для семейного... Хотя до города ехать-то. Если есть машина. Ну, а если нет автомобиля, есть, конечно, общественный транспорт. Но в позднее время он, конечно, не ходит. Ну, я смотрю, у вас тоже замечательный такой транспорт. Пробок точно нет. Нет, нет, пробок вообще нет. Единственное, что, конечно, иногда бывает, джипингисты нас, конечно, атакуют здесь, потому что есть красивые места. Но я считаю, что это не атака, а наоборот, люди зарабатывают. Пускай зарабатывают. Все. Идеальное место. Спасибо вам огромное. Сейчас... А? Здесь, конечно, нет работы. Вы понимаете, да? Он уже знает все вопросы. То есть работы нет? Нет, здесь, конечно, мы в городе все работаем. А там есть работа в городе? Есть вообще хоть какая-нибудь? В Геленджике? Да, Валом. Тот, кто хочет, всегда найдет работу. Я так считаю. А в любом месте, хоть это Адербеевка, хоть это где вообще. В Адербеевке тоже есть работа. Пожалуйста, в садик идите работайте, в клуб. Магазинчики свои какие-то открывайте. Джипингом тем же занимайтесь. Короче, не сидите без дела. Конечно. Просто нужно тянуть подзад. Вот, золотые мозги и руками что-то делать. Все, один вопрос. Один вопрос, подождите. Я просто не могу. У вас семья. Четыре человека. Да. Сколько уходит в месяц на то, чтобы жить? На проживание? Да, ну мы сейчас не будем говорить, чтобы там есть устрицы. Даже то, что они... Нет, нет, вот, буквально на четверых. 40-50 нужно по-любому. На человека? Нет, где на человека? На четверых. Друзья мои, вы... Это не подсадной человек. Вы же не работаете в Министерстве туризма города-курота Геленджика? Я вообще безработная. Вот и все. Человек говорит то, что думает и то, что здесь есть на самом деле. Хотя, да, ну хватает. Полтинника точно будет хватать? Ну будет, конечно, хватает. На коммунальные платежи вообще тут выходят не очень дорого. Не так, как в городе, к примеру. И на проживание, конечно, скупился. Вы наверняка сейчас зададите вопрос. Ну, конечно, это если есть своя квартира или аренда. Вот про недвижимость мы сейчас отдельно и переговорим. Спасибо вам большое. До свидания. Всех благ. До свидания. Архитектура центральной части Адербиевки. Это небольшие домики. Два этажа. Ну, или один с мансардой. Вот. Ну и есть виднеются еще советские постройки. Частные дома. Но, как я уже говорил, вон там на горе, ну и на хороших таких участках, в центре встречаются прям настоящие такие классные особняки. Умеют строить, когда захотят. Умеют строить, когда захотят. Красиво течет, красиво, спокойно, размеренно. Это Адерба. Это Адерба. Речка, собственно говоря, которая дала название селу. Скажите, ну и что? А то, что в 2012 году, в июле, она так разбушевалась. Такое было наводнение, что снесла она и мост, и несколько домовладений, которые были расположены очень близко к ее руслу. С виду маленькая речушка. Но после продолжительных ливней, после того, как в нее начала поступать вода с гор, все это превратилось. Это просто было какое-то водяное цунами. Сносило все на своем пути. И весь центр села был просто не уничтожен. Но следы пребывания воды виднелись практически на каждом заборе. Это я к чему? К тому, что если вдруг вы захотите приобрести себе прекрасный, дивный участок земли, построить свое родовое гнездышко, то будьте, пожалуйста, внимательны к тому, где вы собираетесь это делать. С виду маленький ручеек может однажды превратиться в бушующую реку. Лучше отойти подальше, лучше сделать укрепления береговые. В общем, перестраховаться лучше. И тогда беда вас минует. Я очень на это надеюсь. Да и вообще надеюсь, что не будет больше таких наводнений. И что теперь ничто не будет препятствовать проходу воды. Тогда были очень сильно заилины, загажены, замусорены русла рек. И поэтому случилась такая беда. Сейчас, сейчас все спокойно. Каждый раз, каждый раз мне попадается все меньше и меньше по численности населенный пункт. То у нас был самый маленький Абрао Дюрсо, но крутой. Вот ссылочка. Потом мы поехали в прекрасную Бету, хутор. Вот там тысяча человек. Здесь чуть больше, здесь полторы тысячи. Но тоже, давайте так, особо смотреть нечего. Раз уж мы оказались в столь чудном месте, хочется узнать побольше немножечко об Адербиевке. Ну я вам ничего не могу сказать, потому что я из Геленджика. Вот видите, в очередной раз доказательство. Племянница здесь живет. Сейчас мы до племянницы доберемся. В очередной доказательство того, что до Геленджика рукой подать. Сколько вот по времени? Буквально 7 минут я на машине езжу. 7 минут? Не больше. Если нет пробок, буквально 7 минут. Вы, как жительница Геленджика, наверняка же смотрите по-другому на Адербиевку, нежели местные жить. Вот расскажите, пожалуйста. Я по-другому. Мне она нравится. Точно? Конечно. Я выросла здесь, в этом районе. Мы сюда, когда маленькие были, пешком ходили. И эстафету носили в школу выхню. Вот так вот. Представляете? От поворота вот оттуда, от светлого. Сюда пешедралом, тогда в автобусы не ходили. Главные плюсы от Адербиевки? Тихо, спокойно, чистенько. Вот, вот. Грибов. Грибов? Да. А ягоды? Ну, ягод нету. Какие грибы? Всякие. Ну, мухоморы там. Я просто не грибник. Зачем? Начинаешь с берестянок, лисички, белые там, яичные или царские, как они называются, опята. Может, сдадите пару, тройку грибных мест? Нет. Вот так вот, друзья, сами, вы знаете, переезжайте сначала сюда жить, а потом уже будете. Хорошо. Нет, мне нравится тут хорошо. Если говорить, вот я смотрю, у вас пассажиры прекрасные там сидят. Как вот деткам здесь? Детки ходят в детский сад. Детский сад здесь есть? Я так полагаю, что вот Гина говорит, у них тут есть кружки в клубе. Вон у нас церковь, видите вы? Да, да. Церковь мы уже заметили очень красивая. Красавица. Ну, сам поселок красивый, что там говорить. Чистенький, аккуратненький. Не знаете, сколько приезжих. Ну, меньше, чем в Беленджике? Ну, сам-то поселок меньше, естественно, меньше. Ну, вы имеете в виду те, кто уже переехал сюда на постоянство? Ну, они, может, не постоянно, но чужие люди, и наши, не местные. Вы вот честно скажите, пожалуйста, вот так вот положи руку на сердце. Если сейчас будут ехать сюда много народу, как вы к этому отнесетесь? Отрицательно. Тогда уже даже этой чистоты, красоты здесь не будет. Переезжайте только хорошие люди. Не просто там, лишь бы кто-то там это. Да, потому что я родилась в Береговом, и я сейчас смотрю, там Москва, Питер, Тюмень и прочее. Береговое, это там, где Бета, да? Да. Вот, про Бета у нас выпуск есть уже. Первое береговое, Креница, там дальше. Вот чем больше народ, тем меньше кислорода, я вам скажу вот так. Хорошо, финальный вопрос. Вы, как жительница Геленджика, скажите, где вы купаетесь? Вот сейчас там. Я купаюсь в Кренице. Вот, вот в Креницу мы еще не доехали, но доедем обязательно. Я купаюсь в Кренице, я в Геленджике не купаюсь. Я купаюсь раз в год. Я смотрю, вы продукты набрали. Восьми, да. Как цены тут вот, честно? Цены как цены. Выше, чем в Геленджике? Да. Чем в Геленджике? Ну, привоз же они еще накидывают сюда нас. Приемлемо, конечно. Ну, летом забирают. За счет того, что отдыхаешь, и мы ничего не можем купить. Вот у меня в деревне этот домик. Вот видите, какая погода. То, что осталось, ветром вчера сдуло. Здесь такой на площадке, как раз. Эх, друзья, это к тому, что если вы думаете, что приехав на Кубань, вы купите домик и будете просто вас делать, просто выходить и... Не, не, если люди будут... Нет, о чем вы говорите. Если человек будет сидеть дома и заниматься, естественно, у него все будет. За всем надо ухаживать. А так как я из Геленджика приезжаю, наведываясь раз там в неделю, а то и в полмесяца, то что с меня, какой с ним будет? Все равно картошка своя, овощи свои, крупы тоже свои иногда. Вот сейчас они посмотрят и приедут. Ставьте нам лайки и спасибо вам огромное. Пожалуйста, поэтому, ну, хорошо. Все, в Адырбиевку едем. Да, едьте. Едем, все. Основу жилого фонда, так сказать, села, составляет, конечно же, конечно же, частный сектор. Здесь нет многоквартирников, здесь нет высоток, и слава богу. Вот этого добра всего хватает там, в городе-курорте Геленджик. Здесь же, здесь же, вот если сейчас вот замолкнет этот вот отбойник, то будет тишь, благодать и красота, которая и манит людей. Ну, потому что должны же остаться такие места, чтобы и горы было видно, и море относительно рядом, и многоэтажек не было. Вот мешает только этот отбойник. Пойдем погуляем. Модный, красивый, вот, и даже не забитый людьми автобус. Я, кстати, сейчас стою на фоне шума, который создают отбойные молотки. Строят в Адырбиевке сейчас уже много, вот, и строят в основном частные дома. Если посмотреть вон там вот, в стороне горы, там видно, какого формата жилье сейчас возводится. Чаще всего это уже практически резиденции. Вот, цены на недвижимость следующие. Если вы выберете в дачном массиве, в которых здесь несколько, небольшой участок земли с небольшим ветхим домовладением, то можете уложиться в те самые 4 миллиона, про которые я говорил в начале выпуска. Да, вы сможете себе позволить жизнь практически рукой подать до Геленджика, в таком, собственно говоря, прекрасном месте, за такие относительно небольшие деньги. Все, что касается более хорошего расположения, я сейчас не говорю, опять-таки, про город Геленджик, я сейчас говорю про Адырбиевку. Будьте готовы выложить от 10 миллионов рублей, в зависимости от, конечно же, дома и размера участка. Хочу дозвониться до самого дешевого предложения. 3,5 миллиона рублей за 100 квадратов дом. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да. Это ваш домик продается в Адырбиевке? За 3,5, да. За 3,5? Прямо в Адырбиевке? Да. А это далеко от улицы Октябрьской, вот там, где храм стоит? Я просто не местный. А там есть... Нет, недалеко. Дорога, знаете, какая-нибудь, не знаю, там, может, асфальт или более-менее нормальная грунтовая дорога есть? Не, ну, у нас люди там живут и много семей живут. Ездят на работу, машина все дизайнится. Ага. Вы хозяйка, я так понимаю, да? Я хозяйка, да. Здорово. Меня зовут Сергей, подскажите, пожалуйста, как к вам можно обращаться? Меня зовут Злата. Злата? Злата, Злата. Да, очень приятно, Злата. Злата, Злата. Скажите, пожалуйста, вот этот дом, который у вас продается, это получается аж 100 квадратов, правильно? Ну, да, общая площадь по паспорту стоило 4. 3,5 миллиона. А земли сколько? Да. 400. А есть какие-то удобства, кроме, ну, света, там, может быть, вода центральная, там, или скважина у вас, коммуникация? Вода у нас, нет, свет есть, вода у нас родниковая, она родник, как, как, на зиму только отключается, а так вода не, ну, смотри, самотеком бежит, и она всю лесу, всю весну, лесу, осень, вода постоянная. Без перебоев, да? А на зиму у нас, без перебоев, да, вода, а на зиму мы там не жили, но у нас колодец, один на два хозяина вырос. А подскажите еще такой момент, света у вас там сколько, 5 киловатт, 10, 15 к дому именно? Я понял. И напомните, пожалуйста, еще с земли сколько там? 400. А, подойдет под ипотеку, как вы думаете? Говорят, вот специалисты, юристы из недвижимости говорили, что подойдет, не знаю. Спасибо большое, спасибо. До свидания. Друзья, кто ищет, тот всегда найдет, и сейчас я не про работу, я сейчас про жилье от собственника. Очень многие из вас сталкиваются с тем, что когда они вбивают на сайте по поиску жилья, собственно говоря, свои критерии выбора, обнаруживают, что там одни риэлторы. Нет, 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 есть возможность здесь, есть возможность здесь за 3,5 миллиона рублей в курортном месте чистейший воздух. Вы даже не представляете, если бы только вот передавала бы вот картинка запах воздуха, а он реально здесь очень вкусно пахнет. Вот, вы бы поняли, про что я говорю. Даже здесь, даже здесь можно купить за 3,5 миллиона 100 квадратов дом. Почему бы и не жить здесь на пенсии? Тем более до Геленджика с его развлечениями рукой подать, ну и можно бизнес устроить. 4,7 сотки. Нормально. Помните наш выпуск про хутор Бетта? Там я восторгался, что где бы я ни находился, пели птицы. Здесь, в Адербиевке, где бы вы ни находились, практически где бы вы ни находились, вы слышите шум воды. Речка Адерба практически везде. Она вот артериями своими просто питает это село. Вот, с одной стороны, как мы уже выяснили, это очень опасно, а с другой стороны, это очень классно. Создается определенный микроклимат. Мархотский хребет защищает село от сильных холодов. Вот, и опять же, вот эта вот вся окружающая красота, все эти горы, вот здесь не особо видно. Вот сейчас я вот так встану сюда. Вот. Вы посмотрите, а? Ну как круто. Зеленые, высокие холмы и ваш дом. Ну это же круто. Круто. Напоминает мне это место Мацесту, сочинскую. Я не знаю, навряд ли здесь есть эти все целебные источники, но вода вкусная, родниковая здесь точно есть. Вот. Ну и, собственно говоря, свет и газ тоже есть. Что, как мы недавно, опять-таки, опытным путем вычислили, это прям вот прям изюминка для курортных населенных пунктов. Ну да, да, это все-таки не совсем курорт, это не прибрежная часть Большого Геленджика, это горное село. Но оно заслуживает вашего внимания. Вот, друзья, вот именно ради этой картинки и стоит поселиться, нет, не в Геленджике, а в Адырбиевке. Потому что от Адырбиевки досюда, до центрального пляжа Геленджика мы ехали 23 минуты. Вот. Да, сейчас, возможно, нет таких пробок, как будет высокий сезон, но какая дорога нас, собственно говоря, радовала, когда мы сюда ехали. Вы представляете, ехать на работу, а большинство же работает, собственно говоря, здесь, на работу едешь по такой невероятной красоте. Фух, маленький, маленький получился выпуск-обзор, но надеюсь, он был полезен вам. Если да, ставьте лайки. Если же вы, есть вам что добавить, пишите в комментариях, делитесь этим видео и, конечно же, жмите на колокольчик. Трезвоньте, чтобы следующий выпуск обязательно не пропустить, чтобы вы узнали первыми, когда выйдет новый выпуск Южанина. А он выйдет очень скоро. И очень много будет информации и про город Краснодар, и про Ставрополь, и про Пятигорск, и про Ростов, и, конечно же, про теплое Черное море, про его курорты. Ну а пока, все, пока.